Друзья, открылась новая выставка. Реально существует, там ценник выйдет в камне, люди, которые ценят в камне, с копаньяков и крылья сплывается, не знаю, что это, ну не важно, вот так, ну вот так, пустой, но он пустой, но он работает, это он в данный момент, мы будем пишем там, а он работает с вами, я не типа ушлю, вот там на этом какое-то решение, место, камень, просто пустой. И так вполне, потом ты когда-то начинал думать, что у меня кто-то, когда мы говорили, вот так, у нас ровно, вот оно так вот, чуть-чуть, не ценник, не ценник. Да, ну это просто, кстати, ценник в камне, на камне, не знаю, есть, а фотография может быть там, но фотографии, то есть, у них нет, очень мелких, там есть даже, которые можно подражать, там, например, как они, потому что, если много и венециус нет, то можно их взять в ушки, это ближе, чем в венециусе. То, что вот я там находил, на что внимание обращал, например, в каком-то месте, в какой-то кафе, в котором много-много всяких сладостей, я начинаю фотографировать, они это видят. То есть, они вот раньше не обращали на это внимание, когда делаешь вот это странно, да, и при этом, что они все туда находят, не пить кофе, чашечку, а ли кто-то, вот пирожный, вот тебя, брат, это неизвестно. Павел, я вас прерву пару вопросов. Какое отношение имеете вы к этой выставке? Ну, я и помогал, я собирал, я потерпел все это. Вчера мы ее развешивали с трудом, я как волонтер. Меня очень сильно называют куратором, но я не выбирал. Если бы я был куратором, я бы, наверное, выбирал. Или делал бы формат. Ну, спасибо. Продолжайте, продолжайте беседу. По искусству? Да я думаю, что да. Что у вас еще тут? Какие-то вопросы молодые люди задают. Что-то их волнует, они уже много. Вы обогнули, что принципиально на пленку, да, с вашей точки зрения, все-таки пленка, цифра? С моей точки зрения, вот результат. Вот когда, если бы я вам не сказал, что это цифр пленка, мы не... Ну, да. То ли вот так внизу, этот и она узко свести, в которой вообще не надо, как-то, как-то, всяких. В этом, это почти вообще на гравел похоже, потому что в руках это делал. Вот. И в результате, если нам это нравится, то совершенно как вот технический процесс, а мы за них, мы поломаем, то есть это не важно. То есть и с технической точки зрения это... Конечно. То есть и фотографы, вот когда они между собой вот на выставках сталкиваются, он начинает рассказывать, как ему трудно было снимать, как он хитро там диафрагмы сделал. И это как фотографам интересно. И все там, ну-у-у, ну полтинок, да и может быть. А с точки зрения там нормального человека, там, ну фигня какая-то. Что она на какой-то там аппарат, там, сот тысяч, да какая разница. Как с этой самой дорогой фотографией. Да. Это нарочно, я думаю. Почему он снимал в 90-х годах, даже раньше, значит, техника сильно уступала то, что сейчас. Да, так я к тому, что он тоже сильно веселесен до сих пор. Это его уже не спрашивают, это уже там перепродают, он уже и таких денег, и он ничего не получил. Делью получил там все здесь и больше. О ком речь, если не секрет? О самой дорогой фотографии, которая по-моему, Рейн называется. Рейн-2. Рейн-2. Да, там помните, да, берег, река, берег и все. Он очень гордился, что даже в те годы, я читал интервью, он убрал фотошоп на два домика на фотошопе. Да, тогда фотошоп был на мегапиксель, тогда был мегапиксель памяти, это было круто, в том компьютере. Вот, я помню, когда у меня было там, по-моему, 10 мегапикселей, а, в смысле, на мегабайт памяти, это было круто. А потом быстро берегу компьютера, туда вниз пятью. Не, ну я не понимаю этого. То есть, в принципе, с точки зрения коммерции и с точки зрения искусства, с этим разные подходы. Я видел фотографию, первую фотографию 20 века, но как вот, которую, по-моему, сам Тальбат еще делал. Там тоже, ну, будут какие-то деревья, но она историческая, потому что аналогов нет. Как-то в этом смысл есть, но вот этот рынок... Я знаю также, что люди делали и выходили на это место, там теперь другой пейзаж. То есть, там, ну, как-то, уже больше дымок. Это больше дымок, в форму не те боля, но, в общем, короче, уже не сделали. Даже как вот эта знаменитая, там, 30-х годовка, Каньера. Каньера, вот, мегабайт памяти снят, и есть целое сообщество людей, которые вот собирается вот это вычислить, в какой период, там хочется собираться снимать. Ну, если, понимаете, мы, там, есть, например, общество Лемово, то будем рисовать как Лемово. Я думаю, зачем? Лемово тоже это сделал лучше, зачем им продолжать? Вот, поэтому я думаю, что искусство все-таки что-то, ну, как искусство. Как искусство, есть мусор, ну, и прочее. Хотя, в принципе, я не знаю. Поэтому мне как-то не очень совпадает со временем. То, что это майн-стрим, да? Майн-стрим бывает разный. Я помню, что, например, мой знакомый, он в свое время получил все хорошие оценки за блестящие доказательства превосходства социализма и капитализма. Сейчас тоже за это оценки не ставится, включая физкультуру, как же. Сейчас за это оценки не ставится, но было такое время, когда стали как-то сильно умирать. То есть, например, там художник упаднический или не упаднический. Там сейчас пойти развлечить воску панический или не упаднический. Ну, или, не знаю, там, гумануалит, да, там. Да, все хорошие. А вот там тогда либо займем на расстройку, либо, если не займем, то вы увидите. Поэтому, как бы, вот то, что есть, меня удивляет то, что много людей, которые приходят на мысль, которые верят в институт, которые, там, думают, что что-то есть. Я ничего не вижу, что нет в этом что-то есть. Это, может, как-то не бывает. То есть, у меня там, значит, я там. Он говорит, что ты не тунешь, так часто бывает. Ну, как-то неверно. Там-то настоящая польза. И вот так много людей. То есть, уровень искусства – это все-таки работа над собой? Есть, как со временем рассказывают тренинг по боксу, что есть чемпионы, а есть, как бы, трудят. Вот, например, тот Кассио Склик, который, помните, даже вот так сказал. Да. И Чу весело бегает, выходит потом на сцене. Вот такой, да? А этот Милый за ним, ну, Месси, там, каким-то, как раз показывали матчем, который, вот он просил ему вызов, то есть, чемпион, да? И он должен был, как раз, чемпионом Милы. Трудиться с Кассио Склик. А тот Кассио Склик, там, руки опустил. Тот, бегает, весит, месяц, и, там, раз, и рука. Тот, когда он, да, пропустил. А этот весело такой, ну, чуть-чуть запахался, типа, вот легко победил. Вот он чемпион. И талант тоже. На самом деле тот же Ермейн, мой любимый. Он не один был. У нас тогда было много художников. И Рембран, например, когда, вот, закупали, вот, после петловских, ну, после коллег, закупали Рембран, там даже не в первом десятке, он известный художник. Вот вспомните, вот, во время Рембрана, кто был из этих Рембрана? Полка, мы не вспомнили. Сейчас-то понятно, что Рембран был крутой. Да. Тогда он был совершенно для них никакой. Он был один из... К тому же не очень... Прям, по-моему, брат, он больше не будет. Испанцы так делали, да? Да, но он там, где Испанцы чуть-чуть рисовал, да? Да, 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 да. И в результате умер первого не сила, по-моему. Ну, можно ли сказать, что вся эта выставка, ну, там, через сколько-то лет, приопределенных в течение обстоятельств, кто-то из этих вот таких художников, мы будем называть его гениальным, мы выделим среди остальных. Да, можно прямо сейчас молчать. Если вот сейчас молчать, то здесь ли это будет 100%? В семье. Воронина начинает за 10 лет. Воронина начинает за 10 лет. Воронина начинает припасы производить, там, наручить, а потом она должна быть. Может, как-нибудь крутить, да? Вот. Так что, и думаю, нет, если мы выбили у кого-нибудь, и, как, значит, начнем называть это, да, и все. Желательно, чтобы он был поплыли, чтобы уже возразить не мог, чтобы по нему там... Ну, продали можно что угодно, так, спасибо, друзья, спасибо. Сейчас я пройду по выставочке. Конечно. Вам спасибо. А Владимир Берин наберете и посмотрите на ютюбе, я сегодня выложу уже. Давайте вам визитку дам. На, давайте визитку возьму у вас. Очень приятно было с вами познакомиться. Спасибо большое. А, так смотрите, очень молодости. А, вот здесь у вас пойдут, право!! Я вам, как только. Если вы Dre Entry, вам, что еще не попадаете к итогам, А, это, что вы говорите по классике, или это даёт статическую, или это за правду. Ну, нет, надо говорить, Делаться, что Великой описывает в уроках. У yoga3dm иpis. Что-нибудь будет делать? Друзья, выставка без границ Открылась сегодня На этом закончим До следующих встреч, друзья Продолжение следует